привет всем 26 октября понедельник и я уже забыла как влог по понедельникам что ли утренним я называла сегодня у меня надеюсь снимется хватит у меня силы шанька моя конечно в своем репертуаре только увидит собаку как видите у нас зеленая трава вокруг на деревьях полно листьев осень какая-то некрасивая осень у нас в этом году потому что нету такого разнообразия цветов красного например оранжевого а как-то желто зеленые только краски прошлом году я посмотрела в такое же время мои фотографии из окна как они только отличаются от тех красок какие были в прошлом году но что-то природа не то задержалась со своими красками так но об этом сегодня не об этом я конечно же буду немного заторможенная ну в общем вы меня должны понять я все-таки переболела еще продолжаю болеть а это начиная с 14 октября это уже больше десяти дней температура была у меня почти 10 дней я не скажу что она постоянно была смысле с сутками но каждый день присутствовала только последние несколько дней температура днем не было а на вечер подымалась обязательно это так злила ну в общем переболела можно сказать я ковидом делала ктт тесты не делала туда куда меня врач направила ту клинику и говорит вызовите на дом я позвонила а они говорят что на дом где-то через неделю только сможем приехать каждый день у них заняты ехать только живая очередь у них а это транспортом ехать я конечно же не согласилась а ктт здесь недалеко от нас я сделала что показала как бы двустороннее воспаление поражение легких меньше двадцати пяти процентов там показатели все были в норме другие нигде жидкости сердце нормально что еще а обнаружили у меня кисту на левой почке вот ну в общем ктт не скажу что ужасающие да более оптимистичная но чуть-чуть откорректировала после кт врач мне лечение а как я к врачу попала я же по началу самолечением занималась только первый день у меня появилась температура и я сразу мое надежное верное средство начало принимать аументин я им лечусь давно ну так во время болезней таких серьезных ангина или когда у меня простудное заболевание кашель опускается в бронхи я обязательно лечусь аументином он мне очень хорошо помогает он между прочим один из лучших антибиотиков пенициллиновой формы вот и у него меньшие последствия он более такие щадящие антибиотик а потом не на меня начали уже кричать что что я врачу не обращаюсь и дочь начала но в общем решили мы к семейному обратиться у меня телефон ее есть да не тут то было шаня пошли дозвониться проблема один день мы так и не смогли дозвониться дочь на заведующую отделение вышла но это сказала звоните завтра с утра мне я запишу а она вам перезвонит но так не случилось виктория не смогла дозвониться к этой заведующей и обратилась моей знакомой которая там работает в поликлинике то сходила ну в общем мне не то что перезвонили а домой пришла наша семейная врач вот я даже не ожидала когда домофон позвонила а я говорю а кто это ликарь ну в общем вот так я так ко мне пришла домой семейный доктор прописала аугментин сказала он не помогает ну в общем назначила на лечение и сделать тест и кт о чем я уже рассказала что я делала второй день я уже без температуры но вот утром я померила температуру 36 0 а бывает 35 и 8 и такое как бы слегка и в ушах шумеет такая слабость вот как и сейчас я иду вот такое состояние не совсем здоровая конечно же восстанавливаться придется вот я еще до того как семейный ликарь врач ко мне пришла я начала смотреть канал Юрия Солодова это врач анестезиолог и он как бы консультировал у себя на канале а потом начал лечить вот потому что говорит нам поступают потом в таком состоянии или сами себя залечили или вообще не лечили ну в общем многие занимаются самолечением и она говорит надо исправлять это положение все равно люди будут бояться больницы не хотят идти в больницу тем более если чувствуют себя не совсем уж так плохо по разному все переносят вот кто-то пластом лежит а кто-то в легкой форме а кто-то вообще даже не знает что он переболел ну в общем я начала слушать его рекомендации что принимать как принимать вот он сказал что антивирусных мы не назначаем потому что нету таких препаратов которые уничтожают вирус вирус уничтожает иммунная система иммунитет организм уничтожает а мы говорит сразу начинаем антибактериальные тот же аугмитин сразу чтобы потому что вследствие практически все время у всех это опускается вниз и страдает легкие бронхи поэтому начинают как бы следствие те которые могут быть впереди лечить я может быть профессионально я же не профессиональный врач а своими словами рассказываю но он так доступно все рассказывает настолько понятно все молодец такой вот и самое главное что он не пугает а разъясняет объясняет говорит о том как проходит что 80% людей переносит нормально даже легко и смертность только всего 2% это вот к чему я и подвела к тому что я считаю что с это у нас началось когда с марта месяца когда вся планета держалась в таком страхе когда показывали страшные кадры из Китая из Италии Испании в Нью-Йорке рефрижераторы стоят для приемов трупов я считаю это геноцид был это психологически уничтожали просто людей из них делали и делают рабов вот послушных запугать до такой степени чтобы отключить разум мышление вот потому что когда страх человек уже не мыслит нормально и считаю что очень много людей умерло после того как они получают положительный результат что ковид от страха у них уже организм не сопротивлялся этой болезни вот и они умирали я стопроцентно уверена потому потому что и он взять сейчас вот кому скажи что ты там заболел да и назви назву еще сразу будут от тебя отскакивать все боятся все запуганные считается что и помните как весной говорили что у нас во всяком случае что все старики почти все умрут ну это нормально велась политика да разъяснять надо было но не запугивать я где-то с мая месяца но вы помните какое у меня скептическое было настроение и оно остается и до сих пор несмотря на то что я переболела но я считаю это абсолютно неверная политика абсолютно Шаня иди сюда вот у нас больницы которые лечат отделение есть в больницах есть больницы которые специализируются на этом и время от времени информации о том что даже два человека в день выбрасывались из окон которым определяли что они заболели ковид-19 я уверена что это все связано вот моральная частью что настолько убит моральный дух людей многих не всех конечно вот но многих людей моральный дух убили и конечно такой человек он уже не сопротивляется болезни он не верит вот он статистику знает я например я сам мая месяца не слушаю статистику по поводу сколько у нас заболела сколько выздоровела честно нашего министра здравоохранения его терпеть не могу он как ученик выходит и рассказывает с таким видом тупым ну в общем не слушаю я этого всего и считаю что как я и говорила что это террор геноцид можно как угодно обозвать все это все направленное против духа человеческого вот посеять панику посеять страх вот что ни в коем случае нельзя делать ну в общем вот такие мои рассуждения размышления я себя не показываю вы понимаете что 10 уже не 10 уже это 12 или 13 дней не украшает в таком возрасте еще полезнее я похудела на 4 килограмма лицо стало старее вот ну в общем поэтому уже извините я не буду себя показывать пальто висит вот на мне было так притык я сегодня первый раз одела бюстгальтер а то ходила думаю зачем он мне надо он мне только мешает все равно пальто не сильно то видно вот вот там полисадник мой любимый был посмотрите что у нас только творится роют везде это капец мы до сих пор сидим вот это наша часть здесь домов я не знаю сколько здесь домов у нас мы сидим без отопления уже здесь нас отрезали мы думали что выборы вчера были что к выборам нам нас порадует теплыми батареями ничего подобного я мужу говорю мы еще можем остаться на всю зиму без отопления у нас вот эта трасса здесь проходила там где метро сейчас строится а ее отрезали и в обход пускают я даже не знаю куда в обход а там муж вчера ходил на рынок говорит что как там все говорит разрыто там такие котлованы вырыты ну в общем осенние цветочки хризантемочки вспомнила мужа а как же супруг мы не предохраняемся никакой маски дома не носим ну в общем не целуемся но и такое вот у нас и дистанцию даже не соблюдаем но у супруга кашель есть он говорит что я как и чувствую что немного но температуры абсолютно не было ни разу вот ну в общем таких признаков болезни у него нет но всех по-разному у нас соседи я не помню кажется рассказывала что сосед лежал в больнице с воспалением двусторонним а теща моя соседка мы одного возраста дочь ее и двое внуков положительный результат на ковид получили но ни у одного не было никаких признаков заболеваемости ни температуры вот я пару дней назад с ней разговаривала и она говорит что не говорит ничего у нас нету вот так что и такое бывает а есть семьи мне болеют конечно же я сколько болела я постоянно выходила с Шаней на улицу несмотря на то состояние какое у меня было когда лучше когда хуже вот но я другого для себя не вижу для меня прежде всего Шанечка я ее раба и как я могу ну как это же не кошка что на лоток можно пустить ну на лотке муж она с ним не выйдет он вчера взял ее говорит я пойду с ней давай так он говорит что она только останалась он ее еле тянул на прогулке и носил на руках ну в общем не хочет она без меня выходить на улицу ну а мне надо чтобы Шане было комфортно прежде всего да Шанюха вот поэтому несмотря на то что и с температурой выходила но и в таком состоянии больном но Шаню выгулила с другой стороны хорошо тоже лежать нельзя вот так пластом вот и это я как бы тяжело не болела если мне хоть чуть-чуть там легче становится я уже по квартире хожу чем-то занимаюсь вот не могу я лежать в постели просто болеть для меня это и морально тяжело и физически тяжело бока болят поэтому устою иду ложусь полежала чуть-чуть встала вот даже на инстаграм да кто на инстаграме те в курсе всех на протяжении этого времени потому что я там выставляла посты описывала как что вот и в общем курсе кто инстаграм подписан я сбилась с мысли состояние такое иду как бы слегка водит меня так ну в общем какая цель у меня сегодня вот а то что как бы почти показаться что я жива хоть не совсем здорова вот и сказать что да надо осторожными маски носить обязательно но не бояться самое главное не бояться потому что в любую минуту неизвестно где вы можете подцепить эту гадость и сейчас многие болеют поэтому если такое случилось то самое главное не паниковать ни в коем случае не паниковать потому что это иммунитет понижает а как я сказала с вирусом борется иммунитет наш прежде всего а не антибиотики вот и лечение пройдет более менее успешно а мне сейчас надо набираться сил надо восстанавливаться вот что я успешно сделаю это однозначно Шанечка да а вам всем желаю крепкого здоровья не болейте и крепость духа обязательно надо обязательно вот уверенность в своих силах в своих резервах а человеческие резервы безграничны и можно эти резервы убить а можно ими воспользоваться поэтому если вдруг такое случилось то воспользуйтесь своими резервами вот и самое главное никакого страха никакой паники вот я скажу что у меня такой паники не было вот немного конечно почему я этот разговор начала это немного как бы тяготило на сверху вот это то что ты столько знаешь столько страхов таких слышал видел вот поэтому это конечно нависает вот это все вот ну справиться можно с этим ну все пока пока я иду домой завтракать во рту пересохло извините что может быть как то сумбурно у меня но так уж получилось у меня ну все пока пока